Мамонтовский сельский дом культуры Ну и к тем, кому будет интересен цикл бесед «Азбука для начинающих вокалистов». Прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, а называется она «Перческий голос и его возрастные особенности», я хочу обратить ваше внимание на то, что в конце нашей онлайн-встречи для вас прозвучит вопрос, на который вы должны мне будете ответить, и задание, которое вы должны будете выполнить. Как же вы мне пришлете это? А пришлете вы мне это видеосообщением. Я очень надеюсь, что вы справитесь, если, конечно, будете внимательно слушать. Итак, внимание, мы переходим непосредственно к теме нашей встречи. Но прежде чем мы все-таки начнем об этом говорить, я задам вам вот такой вопрос. Скажите, много ли среди ваших знакомых, друзей, родственников тех, кто не любит петь? Ну вот наверняка найдутся те, кто стесняются петь. По их мнению, когда-то, может быть, во сне или в глубоком детстве им медведь наступил на ухо. И у них нет ни голоса, ни слуха, поэтому даже не простите, беда-беда. Есть и другие, которые не озадачивают себя такими сложными вопросами. Они поют по принципу, чем громче, тем лучше. И они вам проскандируют, а говоря простым языком, прокричат любую мелодию и любую песню. Наверняка найдутся и те, кому повезло больше. Это люди, которые обладают природной постановкой голоса. Да, действительно, такое бывает. Но есть еще те, кто не любят петь в хоровом коллективе, а не любят солировать. А есть те, которые поют только исключительно за компанию. Одним словом, я подвожу вас к мысли о том, что каждый человек, если у него нет физиологических отклонений или каких-то особенностей, публично или наедине с самим собой, даже при прослушивании музыкального произведения, включается в процесс восприятия, запоминания или фиксации и воспроизведения. Песня – это совокупность музыки и слова. И она очень имеет большое влияние на человека. Вот, например, вам понравилась песня, и она как бы начинает звучать у вас в голове. И вы все равно начинаете ее пропевать. Потому что музыка, а в частности песня, несет в себе определенную эмоцию. Вот вы грустите, когда слышите определенную грустную лирическую песню. Веселитесь, спускаетесь в пляс, у вас возникает масса ассоциаций. Вы переключаетесь. И все это – элемент психологической разгрузки. Сегодня очень, ну, как большое внимание, уделяется музыкотерапия. Это психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. Это наиболее древняя, я подчеркиваю, древняя и естественная форма коррекции эмоциональных состояний, которые многие люди пользуются осознанно или нет, чтобы снять психологическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Активные методы музыкальной терапии – это инструментальная игра, игра на музыкальных инструментах. И пение, скажу больше. Сам процесс пения положительно влияет и на физическую форму человека. Открою небольшой секрет, может быть, мы с вами проэкспериментируем. Есть такое мнение, что люди, которые хотели бы потерять лишние килограммы в промежутках между приемами пищи, которые просто необходимы для жизнедеятельности человека, вот чтобы избежать перекусов, таких прям частых перекусов, те, кто худеет, знают, о чем я говорю, рекомендуется спеть 2-3 песни. Вот предлагаю попробовать проэкспериментировать и, может быть, мы даже об этом с вами и напишем какую-нибудь работу. Но, во всяком случае, это точно вам не помешает. Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что петь не только приятно, но и полезно. А чтобы это было приятно и полезно для окружающих вас людей, надо научиться управлять собственным голосом. Это возможно в любом возрасте. Музыкальный слух, чувство ритма, постановка голоса и певческого дыхания – все это достигается в процессе обучения. И вот мы с вами плавно переходим к понятию «певческий голос». Ну, что же такое певческий голос? В первую очередь это связано с нашей способностью петь. В отличие от речи, голос певческий имеет точную высоту звучания, и звуки могут длиться очень долго, и это проявляется на глазах. Ну, давайте я объясню это на пальцах. Вот, например, я сейчас с вами поздороваюсь. Вот обычно вы приходите и говорите «Здравствуйте». Это прозвучало практически на одном звуке. Ну, когда мы разговариваем с вами, разговариваем с мамой, с папой, с друзьями, в зависимости от эмоциональности, с которой сейчас мы с вами говорим, вот как раз и зависит вот эта амплитуда интонирования. Но всё равно будет задействовано всего два-три звука. А вот что происходит, когда мы с вами поём. Вот то же слово «здравствуйте», которое я произнесла сейчас. Что произойдёт, если я начну тянуть гласную? Вот слушайте внимательно. Я могу прозвучать это, может, так. Здравствуйте. Мы же не будем говорить «здравствуйте» или «здравствуйте». Если я просто говорю «здравствуйте», «привет», вы скажете, наверное, что-то человеком неправильно. А когда это звучит, и вы понимаете, что это пение, а как вы понимаете, что вы поёте? Появляется мелодия «здравствуйте». А если я изменю ещё ритм, то получится ритмический рисунок. «Здравствуйте». То есть это тонко, но тем не менее каждый может определить, говорит он или он поёт. Поэтому, дорогие мои друзья, то есть с этим мы разобрались. Когда вы просто разговариваете, как бы интонация ваша более спокойная или неспокойная в зависимости от вашего эмоционального состояния, но тем не менее вы задействуете небольшую группу звуков, причём в основном, которые располагаются где-то рядом. При пении мы с вами, естественно, звучим в определённой звуковой высоте. То есть то, что нам прописано в той или иной мелодии. И звуки гласные звучат долго. Вот, наверное, такие отличительные. Может быть, вы мне сами подскажете, когда будете отвечать на вопросы, но тем не менее это самое простое определение, как можно определить. Говорите вы, либо вы поёте. Что же происходит с певческими голосами? На слух вы можете определить несколько типов. Ну, вот так, просто, на бытовом уровне. Какие голоса вы определите? Это женские голоса, мужские и детские голоса. Детские достаточно лёгкие, высоко звучащие. Мужские они объёмные, как правило, немножко грубоватые. Женские мягкие, певучие. Ну, опять же, это зависит ещё от индивидуальных особенностей человека. И от, вот самое главное, от чего же зависит всё-таки высота звучания вашего голоса? Это голосовые связки. То, о чём я неприставно вам говорю на каждой репетиции, потому что почему-то существует такое мнение, в основном даже у детей и у взрослых встречается, что чем выше голос, тем это прекраснее. И все прям пытаются пересесть в сопрано, потому что, наверное, это как-то красиво. Ну, что же я хочу сказать? Это просто так есть. У каждого из нас в связи с нашей физиологией есть своя толщина и длина голосовых связок. Вот чем длиннее и толще, тем ниже будет звук, там частота колебаний. Но мы на этом с вами остановимся не сегодня, а в следующий раз. А вот чем короче, тоньше, тем, наверное, совершенно точно ваш голос будет звучать выше. Поэтому не надо стремиться. Нужно научиться озвучивать себя. Научиться пользоваться тем, что дала вам природа. Постоянно я вам об этом говорю, что человек уже есть сам музыкальный инструмент. И чтобы научиться петь, надо научиться управлять своим голосом. А сюда включается очень многое. И это называется как бы и приемы вокальной техники, певческое дыхание и много-много-много всего. Это постепенно мы будем раскрывать с вами на наших занятиях. А сейчас я вернусь вот к чему. Я уже говорила, что мы ухом очень хорошо можем определить, звучит ли женский, мужской или детский голос. А сейчас мы перейдем к хору. В хоре выделяют 4 основных взрослых партии. Две из них женские, две мужские. Как вы знаете, это сопрано высокий, альт низкий, а для мужчин темор высокий и бас низкий. Если, например, нам требуется больше голосов, то идет уже деление. И называться это будет первое, второе, третье сапрано, соответственно, альт. Что же происходит с детскими голосами? Детские голоса не делятся по полу. Они делятся только по высоте звучания. Если у ребенка высокий голос, то это сопрано. Детская сопрано включает как и мальчиков, так и девочек. А голос, которому удобнее петь низкий нот, это альт. Есть такое исключение в детских голосах, где учитывается признак пола, но это высокие мальчишеские голоса, именуемые дисконтами. Вот что я хочу сказать. Сегодня термин дисконт уже, как бы, границы у него размыты. Под этим подразумеваются детские голоса. Вот вопрос, который я сейчас вам задам. Но сначала будет загадка. Почему несколько веков назад дисконтом мог быть только мальчик? Это первый вопрос. Второй. Исходя из того, что дисконт – это высокий мальчишеский голос, чистый, с чистой интонацией, имеет большой диапазон от самой низкой до высокой ноты, чистота интонации, интонирования. Скажите, кого из нашего коллектива мы можем отнести к дисконтам? Ну что же, я не буду сегодня продолжать наш рассказ, потому что нам много еще есть о чем поговорить. И эти наши встречи впереди. Я очень надеюсь, что вам было интересно. И хочу сказать, что, наверное, девизом наших бесед станет «Пойте с нами, пойте как мы, пойте лучше нас». Ну что же, до встречи. Я жду ваших видеоответов. Субтитры подогнал «Симон»